Бисмиллах, альхамдуллиллах, салату и саламу аля Расуллиллах, аля алихи, асхаби, аману аля маба'б. Следующая глава в китабу Та'араба, Бабу Масхи, аля Аль-Хуфейни, говорит глава об обтирании на носки во время малого омовения. Хазель Бабу Юз, Каруфи, Ишей, Минадиллят Машру'иятил Масх, аля Аль-Хуфейн. Говорит, в этой главе упоминаются некоторые постановления относительно узаконенности об обтирании на носки во время малого омовения. То есть, этими своими словами, шейх Абдулла Аль-Бассам хочет сказать, что в этой главе не будут приводиться все постановления, которые касаются этой большой главы, но лишь некоторые его постановления. Говорит, лян Аль-Масха, алейхима, бадаль Раслихима, потому что обтирание на носки является заменой обмывания ног во время малого омовения. Говорит, поэтому обтирание на носки является шариатским очищением относительно позволительности и узаконенности, которого есть единогласное мнение ученых Аль-Муатабарин, мнение которых принимается во внимание. То есть, имеется ввиду, противоречившись в этом вопросе только шииты. Говорит, лима Тава Тарафи, аминан Мусуса, шариат, ас-сахи, аль-уази, хавлиллах, аль-хамд. И это мнение поддерживается различными многочисленными контекстами шариата, достоверными, явными, которые указывают на узаконенность обтирания на носки. И хвала Аллаху. Говорит, уалай Аль-Масха, бадаль Раслихима, и не принимается во внимание отклонение некоторых групп людей, имеется ввиду, шииты, которые говорят о неузаконенности обтирания на носки во время малого омовения. Те хадисы, которые они приводят относительно этого, являются слабыми и противоречат явным, достоверным, многочисленным контекстам шариата. Говорит, и обтирание на носки является одним из моментов разрешения, которые разрешил и позволил Всевышний Аллаху, и он любит, чтобы его позволения совершались, и ими люди пользовались. И это является одним из проявлений облегчения этого легкого шариата. Говорит, аль-Хадис, аль-Хади вал-Ишрун, хадис 21 в нашей книге, приходит от Мухира ибн Шу'ба о том, что он сказал, Однажды я был с пророком в пути. И я склонился, то есть опустил свои руки вниз, сопровождая это сгибанием спины. То есть склонился, для того, чтобы снять кожаные носки с ног пророка, салаллаху ли висалям. Потому что посланник Аллаха в это время брал малое омовение и дошел до обтирания головы, обтер голову, и осталось ему лишь помыть ноги. И Мухир ибн Шу'ба хотел помочь ему в этом, так как он прислуживал посланнику Аллаха, салаллаху ли висалям, и хотел снять с него носки, для того, чтобы он мог обмыть ноги, салаллаху ли висалям. Факали тогда посланник Аллаха, салаллаху ли висалям, сказал, Да, гума, оставь мои носки, то есть на месте, не трогай их. Таинни адхальту гума тагиратэйни. Потому что я одел эти носки на чистые ноги. Имеется ввиду на те ноги, когда они были в состоянии малого омовения. И затем пророк, салаллаху ли висалям, обтер на эти носки влажной рукой. И носки не снимал, ног не мыл. Этот хадис приходит у Бухарьи Муслима. Говорит шейх Абдуллах Аль-Бассам, рахимауллах, гарибуль хадис. Какие непонятные моменты есть в этом хадисе. Фраза, фаагуэйту ли анзаа. Что такое фаагуэйту? Я не мададту яди. То есть, я протянул свои руки, для того, чтобы снять эти двое носков, всего двух ног. Для того, чтобы он мог помыть свои ноги. Аль-Ма'на Али-Жмали. Говорит общий смысл этого хадиса. Канал Муғирату ма аннаби, салаллаху ли висаляма, фи ахади асфарихи. Говорит Муғир ибн Шу'ба был с пророком, салаллаху ли висалям, в одном из своих путешествий. Говорит. Халаммашара аннаби, салаллаху ли висаляма, фи лвуду. И когда пророк, салаллаху ли висаляма, начал совершать малое омовение, и помыл свое лицо и две свои руки до локтей, и обтер свою голову, ахуаль Муғира склонился Муғира ибн Шу'ба иллаху фей аннаби, салаллаху ли висалям, к кожаным носкам пророка, салаллаху ли висалям, чтобы снять их, чтобы пророк, салаллаху ли висаляма, мог помыть две свои ноги. И тогда пророк, салаллаху ли висаляма, сказал, «Да ахума, уа ла танза ахума, оставь их и не снимай их, фа инне адхальту риджлейя, потому что я одел эти носки на свои две ноги, в то время как был в состоянии ритуального очищения, то есть во время в состоянии омовения». И тогда пророк, салаллаху ли висаляма, обтер на свои носки, бадала гасли риджлейи, вместо того, чтобы мыть свои ноги. Ихтилаф аль-улама говорит, какое разногласие у ученых есть в этих вопросах. Говорит, «Шаздад ащиа фи инкар аль-масх алял-хуфейн». Говорит, «Шииты отклонились от всех остальных в течении ислама фи инкар аль-масх алял-хуфейн», в том, что они отрицали позволительность и дозволительность, и узаконенность обтирания на носки во время малого омовения. И также такое мнение о том, что это непозволительно обтирание на носки, это мнение передается от имама Малика, а также от некоторых сподвижников. «Заканкал шейхул ислам ибн Таймия, но сказал шейхул ислам ибн Таймия, «Инна ривая ангум би инкарихим дайфа». Все риваяты, которые пришли от сподвижников, о том, что они отрицали узаконенность обтирания на носки, все эти риваяты являются слабыми. «Вамма Малику», на что касается имама Малика, «фарривая ас-сабит наанху аль-каулюбе». То риваят, который действительно достоверен от него, это тот риваят, где он говорит об узаконенности обтирания на носки. Имеется в виду, что мнение о том, что это не узаконено, недостоверно от имама Малика. «Говорит, уатбаха асхабуху мим баадиха аляль-джуаз». Поэтому все его ученики, которые были после него, заявляли о том, что разрешено обтирать на носки во время малого омовения. Говорит, «Вамма шиа», что касается шиитов, «фаумул лазина халафу али-джмаа», то именно они, те, которые противоречили единогласному мнению в этом вопросе. «Мустам сикина бекараат л-джар». И их довод на это, чтение аята из Суры Аль-Маеда, в котором говорится о малом омовении, они читают этот аят с джарром. Как это понять с джарром? Говорит, «мин арджуликум», то есть читают слово «ва арджуликум» вместо «ва арджулякум». Нам пришло в этом аяте, «Я ю лазина аману, и за кумтуми на салате, фахсилу уджуакум, ва аидиакум илал марафики, вам саху биру усикум, ва арджуликум илал каабин». Так они читают. «Вам саху биру усикум», то есть, «оттерите ваши головы», потом приходит в Кур'ане, «ва арджулякум». «Арджулякум с фатхой». Если мы читаем с фатхой, «ва арджулякум», то эта фатха появляется откуда? То, что слово «арджулякум» идет как «адф», как присоединение к тому, что было ранее. То есть, мытье лица и мытье рук до локтей. Видишь, говорит, «Я ю лазина аману, и за кумтуми на салате, фахсилю». Что фахсилю? Уджуакум, ваши лица. Уджу, в данном случае, в каком состоянии находится в этом предложении? Мафрулюнби. То, на что падает в действии. Фахсилю, уджуакум. Поэтому с чем? Поэтому с фатхой. Поэтому с фатхой в состоянии назба. Также фахсилю, уджуакум, тоже с фатхой. Или аль-марафихи, потом вамсаху би, руусикум. Слово «руус» пришло с чем? С кастрой. После частицы «джарра ба». Потом приходит ва арджу, лакум. Арджу, лакум, тоже с фатхой. Как? Следование за чем? За лицом и за мытьем рук до локтей. Отсюда ученые взяли, что арджуль, ноги, также моются, как адф. Слово к чему? Фахсилю. И они фахсилю, то есть помойте. Уджуакум, уайди, и арджу, лакум. Помойте ваши лица, руки и ноги. Но шииты сказали, и не только шииты, то есть одно из членов Курана, то, что здесь необходимо читать как арджу, ликум, то есть кастрой. Фамсаху би, руусикум, во арджу, ликум. В том, что арджуль, ноги. Здесь адф на что? На руус, то есть на головы. И должно писаться чем? С кастрой. И отсюда они взяли, что раз голова обтирается, значит и ноги тоже необходимо обтирать. Таим. И они сказали, то, что все хадисы, которые пришли относительно того, что ноги необходимо обтирать, и что пророк, саламу, так делал, они сказали, все эти хадисы, мансуха, то есть аннулированы, беляя, вот этим вот аятом, с его чтением, арджуликум. Понятно или нет? Потому что они считают, что хадисы не могут аннулировать аяты, но лишь аяты могут аннулировать хадисы. Говорит, Но, говорит, вся остальная община полностью, всецело, считает, что разрешено обтирать на носки, и считает это правильным убеждением. И в довод приводит сунну мутаватир, то есть многочисленное количество хадисов, которые говорят о дозволении этого. А если мы скажем, что это караа, то есть это чтение, у арджуликум, у арджуликум, с касрой, является верным, такуну маджрура лиль муджавара, то оно в состоянии джар, потому что пришло после слова биру усикум, то, что называется в грамматике арабского языка муджавара. То есть иногда слово, даже если оно не занимает положение маджрур, в предложении, но все равно приходит с касрой, потому что приходит после слова маджрур. Такое иногда встречается. Говорит, возможно, если мы скажем о правильности этого чтения, возможно, здесь касра из-за этого. Говорит, или для того, чтобы ограничить обтирание на носки. То есть, у арджуликум, имеется в виду, и обтирайте ваши ноги, имеется в виду, обтирайте ваши носки, которые на ваших ногах. Потому что пришло разъяснение пророка, саламу алисаляма своим действиям, что значит, обтирайте ваши ноги, имеется в виду, обтирайте носки, которые на ваших ногах. То есть действия пророка, саламу алисаляма, разъясняют аяты, Кур'ана и его приказы. Говорит, и говорит, необходимо отметить о том, что ученики Абдуллаа ибн Масруда, нравился им хадис, Джарира ибн Абдилла, относительно того, что пророк, саламу алисаляма, обтирал на кожаные носки. «Лянна исламу, кана ба'да нузуль, суратиль Маида». Почему им нравился хадис Джарира ибн Абдилла? И при чем здесь вообще хадис Джарира ибн Абдилла? Потому что, говорит, то действие, которое он написывает в этом хадисе, произошло после аята, который был неспослан, суре Аль Маида. Отсюда берется, что пророк, саламу алисаляма, обтирал носки, даже после неспослания аята из суры Аль Маида о малом омовении. И если бы этот аят из суры Аль Маида, слово «арджуликум», в нем означало «обтирать на ноги», то пророк, саламу алисаляма, действовал бы в соответствии с этим аятом. Но так как он даже после этого аята продолжал обтирать на носки, это говорит о том, что этот аят не означает, что ноги нужно обтирать, но означает, что ноги нужно мыть, либо же обтирать на носки, которые на ногах. Ясно или нет? Почему студентам и ученикам Абдуллах ибн Масрода нравился этот хадис Джарира ибн Абдилля? Потому что это ясный довод в этом вопросе. И ясный довод против шиитов. Потому что шииты говорят аят суры Аль Маида отменяет все хадисы, в которых указано, что пророк, саламу алисалям, обтирал на носки. Мы говорим все хадисы не может отменить, потому что хадис Джарира ибн Абдилля пришел после этого аят. Вот это ясно или нет? А то, что пришло после чего-то, не может быть отмененным этим. Так как оно пришло после. Таид говорит Поэтому этот аят, исходя из действия пророка, саламу алисалям, и его разъяснения, является наоборот опровержением шиитов. Шиитам, которые говорят, что нужно обтирать на ноги, но не мыть их, и нельзя обтирать на носки. Ибн Дакик Аль Аид написал такие слова смысл, то есть муаддагу, смысл которого заключается в том, что обтирание на носки во время малого омовения является известным деянием, и его разрешенность известна. Хаттасара шиар ахли сунна. Так что это дело даже стало признаком приверженцев сунны. Уаинкару шиар ахли лбида. А его отрицание стало признаком нововведенцев. Говорит, какие полезные моменты берутся из этого хадиса? Машруият алмасх алалфуфейни айнда луду. Во-первых, узаконенность обтирать на кожные носки во время малого омовения. Вальмасх аякунну марратан вахида. И говорит, как совершается обтирание на носки? Обтирается один раз бельят посредством руки. Вальмасх аякуну аля аалалфуф и обтирается на верхнюю часть носков. То есть на верхнюю часть стопы дуна асфалихи. Но не обтирается на нижнюю часть носков. То есть обтирание идет только на верхнюю часть. Нижнюю часть носков обтирать не нужно и не узаконенно. Камаджа и фил асар, как это пришло в асарах, имеется ввиду в хадисах относительно этого вопроса Нам, если человек не обтерет верхнюю часть носков, но обтерет только нижнюю, его обтерание считается недействительным Но если он обтерет верхнюю и нижнюю, то нижнее обтерание является неправильным и неузаконенным Но его обтерание является действительным, так как верхнюю часть носков он обтер Это понятно, что значит верхняя часть и нижняя часть Не имеется ввиду внешняя часть носков и внутренняя часть носков Мы не это имеем ввиду Имеется в виду нижнюю часть стопы. Обтирать не нужно. Нужно обтирать верхнюю часть стопы. Говорим дальше. Второе, что берется из этого хадиса, иштиратут пагара лильмэсх и аль-хуфейн. Установление условия разрешенности обтирать на носки, чтобы человек одел эти носки в состоянии ритуального омовения, в состоянии ритуальной чистоты. То есть, если ты взял омовение и во время этого омовения помыл ноги, и потом, не испортив малого омовения, одел на эти ноги носки, то в следующий раз, если ты берешь малое омовение, ты можешь обтирать на эти носки. Но если ты помыл ноги во время малого омовения, а потом одел носки на эти ноги только после того, как испортил малое омовение, то получается, что ты одел носки в состоянии ритуальной нечистоты, наоборот. Здесь уже во время малого омовения следующего ты не можешь обтирать на эти носки, но должен носки снять и должен помыть ноги заново. Вот это ясно или нет? Это, иншаллах, понятно. Что это означает, говорит? То есть, чтобы две ноги были в состоянии ритуального очищения во время одевания на них носков. Третье, истихбаб хидмат аль-вулема уль-фудаля. Что берется из этого хадиса? Желательность служить ученым уль-фудаля и благородным, то есть, нам благородным людям. Имеется ввиду, если перед нами какой-то из обладателей знаний, из ученых, то из этой религии является желательным прислуживать им и помогать им в их делах. Это является желательным относительно обладателей знаний. Говорит и четвертое, что берется из этого хадиса? Вне церкви этого хадиса приходит то, что эта история произошла во время военного похода на Табук, в то время как пророк, салаллаху да салям, обрал малое омовение для совершения утреннего намаза. Отсюда что получается? Что пророк, салаллаху да салям, спал ночью в носках. Ясно или нет? Спал ночью в носках. Потому что, если бы он спал без носков, то во время утреннего намаза, то есть, во время омовения на утренний намаз, ему пришлось бы мыть ноги, нам. Что касается того, делать ли маск на обе ноги сразу, то более правильно то, что делается, да, сразу на обе ноги двумя руками. Правой об правую, левой об левую. Это мнение Шеха Ибнус Аймина в этом вопросе, и оно понимается из внешних смыслов этого хадиса. Но если человек обтерет ноги одной рукой, допустим, левой рукой или правой рукой, обтерет по одному, по одному носку, то в этом, иншаллах, тоже ничего страшного нет. Потому что явного заявления, как это необходимо делать, не приходит. Вот это ясно или нет? Это, иншаллах, понятно. Тем более, многим людям может быть тяжело нагибаться для того, чтобы обтереть два своих носка. Особенно, если люди пожилого возраста или какая-то болезнь есть в спине или что-то подобное. Вот это хадис ясен или нет? В нем, иншаллах, понятно. Откуда взято, что обладателем знаний является желательным прислуживать? Кто скажет, что Аль-Мухир Ибнус Шоба в этом хадисе указывается на то, что он прислуживал посланнику Аллаху и помогал ему брать малое омовение?